Всем привет, добро пожаловать на канал Перекотина. С вами я, Перекотина Настя, со мной моя подруга Зветлана, и мы продолжаем тестировать наш новый формат общения с вами на этом канале. И обсуждать все, что беспокоит современных девушек, самореализация, деньги, здоровье и прочее. Да, ну что, не будем затягивать, полетели. Я думала, какую тему нам сегодня обсудить, и мне кажется, что в предыдущем выпуске мы с тобой не закрыли тему с отношениями, потому что мы начали про отношения, но ушли в свидание, и в наличие свидания в нашей жизни, в наших отношениях, без них. И мне кажется, что нужно все-таки закрыть эту тему с отношениями, до конца ее обсудить, и перейти уже, наконец, к следующему, двигаться дальше. Да, лазать. Вот, мы проговорили про свидание, я, кстати, упомянула, что я, возможно, пойду на свое... Да, ну что, расскажи, как у тебя все прошло. А, слушай, я так боялась, потому что, опять же, я не была в свиданиях 6 лет, и у меня было так странно, плюс я сейчас не в самом лучшем своем, не на лучшем этапе своей жизни, у меня много это не получается, и мне кажется, что из-за этого я как будто бы не имею права сейчас идти на свидание. В общем, я себе прям запрещала, и я очень нервничала, но ты видела. Да. И в итоге свидание прошло вообще офигенно. Мне было так комфортно, классно, и я так боялась, что я буду какой-то не такой, знаешь, что вот у меня сейчас много не получается, я как-то, как ты знаешь, финансово нестабильна, морально немножко нестабильна, но он был так, ну, как будто бы восхищен, либо делал вид, я не знаю, но верила какой-то это. Ты знаешь, у тебя просто было за последние 6 лет, было мнение одного мужчины, и ты настолько к нему привыкла, что другие мнения, тебе было даже страшно, типа, все так думают, как думает он. Слушай, да, я что-то была немножко загнана, что у меня все не получается, и я развеяла этот миф, просто сходив на свидание с каким-то незнакомым человеком совершенно, он был как-то очарован, ну, по крайней мере, у меня есть такое впечатление, может даже и нет, но мне было очень приятно, я чувствовала себя вообще супер. Я думала, наоборот, надо немножко успокоиться, потому что я какая-то, а еще вот это, а я могу еще вот это, я все могу. Свидание прошло неплохо, мне прям понравилось, я вкусно покушала, мы поболтали, послушали музыку, он все за меня там. Да, да, в общем, мне понравилось. Это самое главное, что ты открыла, наконец-то, тебя в свободный мир, и почувствовала себя, наконец-то, женщиной, женщиной, которая принимает вот эти вот взгляды и очаровывающие. Да, ну тогда вернемся к отношениям, например, тебе нравится парень, тебе, например, нравится парень, или он тебе не нравится, он с тобой ухаживает. Как ты понимаешь, что парень, с которым ты общаешься, что вот с ним можно строить отношения, или наоборот, ты не понимаешь, не знаю, с тобой там ухаживают, или только по любви, не знаю, вот у тебя там бабочки в животе, и тогда ты встречаешься. Как у тебя это вообще происходит? Слушай, я надеюсь, ты выбираешь себе для отношений парня? Ну, конечно, я смотрю, как вообще мужчина относится не только ко мне в компанию, но и вообще какие-то такие на мелочи смотрю. Потому что в мелочах раскрывается мужчина, там, открывает ли он дверь, я не знаю, как он разговаривает, особенно как он разговаривает с мамой по телефону. Потому что это, мне тоже кажется, очень такой большой показатель. Если он там на нее психует, там, да мама, ты заколебала, там еще что-то. Это уже такой, может быть, такой звоночек, типа, либо он вообще с ней не общается. Это тоже, может быть, звоночек. Ну, тут надо разбираться, мало ли. Да, да, нужно разбираться. Давай тему отношений с родителями мы оставим для какого-нибудь выпуска отдельно. Да, да, потому что это вот тоже очень интересно, и очень много тут есть подводных камней. Но в целом хочу тебе сказать, что действительно я смотрю на мужчину, на то, как он себя ведет. Мне это очень важно. То есть я не тот человек, который сразу же в отношениях начинает... То есть если только бабочки в животе, ты можешь не согласиться на отношения, если ты прям сходишь с ума по человеку? Нет, я вообще считаю, что бабочки – это вообще признак, что тебе туда не нужно идти. Это опасно! Я только так и делаю всегда. Это опасно! Нет, только так у меня вот работает, и да, потом я очень сильно обжигаюсь, и мне очень больно. Да, я просто тоже на своем опыте понимаю, что это очень больно, и мне захотелось уже какой-то, ну, с возрастом более взрослых отношений, здоровых. И я понимаю, да, и они строятся как раз таки, когда ты начинаешь человека понимать, не придумывать его. Вот у тебя появились бабочки в голове, и ты придумываешь образ вот этого человека, что он идеализируешь там, я не знаю, что вот, все, мы там поженимся, он себя вот так вот ведет, вот так. Ну, короче, ты представляешь себе принца на белом коне, но на самом деле он может быть вообще не таким, ну, в реальности. И тебе будет гораздо больнее, когда ты начнешь с ним встречаться, и в какой-то момент твои ожидания не будут сходиться с реальностью. И вот из-за этого очень много пары расходятся, потому что один партнер ожидает от одного партнера, и другой от другого. Но во время этих бабочек очень сложно вообще что-то заметить, потому что ты влюблен, ты идеализируешь, закрываешь глаза на всякие мелочи. Ничего себе, как он подражает. Посмотри на него. Может, тут аварийная ситуация. Жесть. Это было очень опасно. Он уже помятый весь, посмотри. Смотри, он весь этот свет. Свет. Пусть он проедет, наверное. Что-то не за фукер. Мало ли что. А как ты вообще относишься к отношениям, и к мужчинам присматриваешься ли ты изначально на какие-то детали, обращаешь ли ты внимание? Есть ли для тебя какой-то вот списочек? Вот составляла ли ты вообще какой-нибудь списочек? Да, я примерно знаю, чего я хочу, но потом я влюбляюсь, и ну и пофиг мне на эти списки. Если честно, я прям вот на чувство ведусь очень сильно. Только на химию. И если меня прет от человека, тогда я как-то, не знаю, какие-то шаги даже могу сама делать. Опять же, я уже говорила в выпуске предыдущем, что я могу даже написать, обозначить, что я человеком заинтересована. Ну, раньше так было, а сейчас не знаю. Но после, да, вот опыта, там, не одних отношений, которые начались только с чувств, и закончились очень плохо, когда я люблю, мне очень больно делают, или там, не подходим просто друг к другу, мы понимаем? Я думаю, я же люблю, но мы же справимся, у нас же есть чувства. Вот, этого, правда, недостаточно оказывается, миноведно. Сейчас, так как я в терапии, занимаюсь психологом, я хочу как раз подготовить себя к своим будущим отношениям. Я хочу быть более осознанной и спокойно подходить к этому. Не знаю, вот у нас подружка тоже была Талия, с которой ты теперь тоже знакома. Она вообще свои последние отношения начала как-то максимально осознанно. Мне даже странно было ее слышать. Она говорит, ну, то, что ты меня прям перла, просто я понимаю, что мне с ним хорошо и комфортно. Я думаю, ну, смотри, комфортно? Ну, что это такое? Ну, дружить ты-то можно, если с ним комфортно просто. Вот, видимо, в этом и правда что-то есть. Наверное, я, да, присмотрюсь еще к такому формату. Ну, посмотрим, что будет. Надеюсь, что, если мы продолжим этот формат, то там через какое-то время я смогу аподейтнуть свой статус отношений и сказать, ну, вот так произошло или все-таки как обычно. Да, наступил ли ягод на грабли или нет. Да, а как ты, наоборот, в себя влюбляешь? Или влюбляешь ли ты вообще в себя мужчин? Типа, думаешь ли ты о том, как ты себя ведешь? Может, у тебя какие-то есть фишечки, правила? Или ты, ну, как-то, не знаю, не переживаешь об этом? Ну, я стараюсь показать себя, наверное, более с такой женственной стороны, что, во-первых, для меня табу, чтобы я перед мужчиной вела себя так же, он мне не подруга. То есть это какие-то вот, ну, два разных формата. То есть сейчас в отношениях ты не прям максимально, ну, такая. Нет, я сама собой, просто для меня важно, чтобы я не люблю перед, ну, когда я, например, с подругами я могу, там, материться, там, знаешь, вот типа ахахахихи. Ну, ну, я употребляю мат, но я уже делаю гораздо осозненнее и реже. То есть я могу какую-то шутку сделать, но типа я не хочу показаться, что я такая, знаешь, через каждое слово у меня мат, э-э-э-э, ну, то есть как бы среди подруг это такой вайб. Вы просто друг друга понимаете, вот вам так легче. А вот среди парней, не знаю, мне кажется, что как-то я хочется быть именно более такой женственной, и что я не какая-то баба-хабалка, а так я стараюсь в основном быть сама собой и, наверное, ну, в самом начале больше стараться узнавать партнера, потому что задавать ему вопросы. Вот только недавно задумалась, что есть даже такие тесты, где ты задаешь партнеру вопросы. 36 вопросов. Да, да. Офигенная тема, и мы проходили. Что и как вам? Прям вот узнаешь, они так составлены, что ты, правда, открываешь себя по-другому и узнаешь человека по-другому, очень как-то глубинно. Вот этот вот список с 36 вопросами, вот можно прям загуглить, 36 вопросов, которые нужно создать в паре, по-моему, в начале отношений, что такое. Тему. Да. Лайк. Одобряем. Да, и я согласна, что ты благодаря этому списку, ты хотя бы начинаешь понимать, а какие у него вообще планы на будущее, как он понимает вообще для него, как семья, может быть, там, бюджет, как распределяется в семье. Это тоже очень важный вопрос, на которых, между прочим, многие пары и расходятся. Поэтому всё лучше желательно, чем больше вы говорите, тем больше вы друг друга понимаете. Ой, да, прям больно стало. Да, нужно разговаривать. Да, опять мы к этому приходим всегда. Конечно, бывает очень сложно. Но я помню даже себя, там, в прошлых даже отношениях, я, мне бывало в какой-то момент, я настолько хотела понравиться молодому человеку, что я думала, что вот все бабы, они выносят мозг, а я... Я буду другая. А я другая. Я не такая. Я не такая. Тебе вообще со мной повезло. И вот на этой парадигме я как раз-таки и порушила свои отношения, потому что я... Слишком старалась. Я слишком старалась быть вот этой вот идеальной девушкой, и в итоге парню просто наскучила. Он не накачивается. Тебе кажется, что это, что тебя будут ценить, а люди, наоборот, привыкают к хорошему, и они такие, ну, типа, вот так себя веди всегда. Да, и такой смысл... А потом, когда ты уже начинаешь показывать себя и не быть таким идеальным, ну, в смысле, ты же вот была такая тихоня, молчала и вообще как бы не поднимала никакие вопросы, которые тебя беспокоили. А тут, оказывается, у тебя список. Список есть. А тебе не кажется, что, наоборот, когда ты ведешь себя немножко по стереозному, допустим, ну, не специально, может даже, а не, ну, прям, не сильно, что ты чувствуешь к человеку, или ты такой, знаешь, там, отстраненный, наоборот, это больше притягивает. Я согласна, что это больше притягивает. Не бывает такого, что когда ты пытаешься вести, наоборот, себя супер, делать все для него, что, наоборот, потом от тебя и вообще уходит, или не ценит. Да, я полностью с этим согласна. Потому что мужчине, я не знаю, я уверена, что нужна дозировка любви. Это по части нас, девушек, ну, давать им не полностью всю себя, потому что когда... Частично. Частично, да. Потому что очень многие девушки совершают ошибку, когда у них появляется парень, что он становится, типа, ты мой господин, как там Бузова пела, я, типа, вот теперь ты был, там, мой господин. И ты все, и все ради него, все для него. И получается так, что парень такой, типа, о, я добился, о, для меня все делают, и он уже потом не дает тебе ту порцию любви, которую вот ты бы хотела получить. И опять же вы начинаете играть вот это ожидание-реальность. Ты что-то ожидаешь, а реальности уже, как бы, нечего ожидать. Блин, согласна, вот, как я интерпретирую там в последнее время своих последних отношений, что я настолько чувствую себя какой-то недостаточно подходящий ему, недостаточно хороший, продуктивный, полезный для него, сексуальный для него, что я пыталась по всем фронтам хоть чуть-чуть, вот, а тут что еще надо, а вот тут я тоже возьму на себя, а вот это я вот тоже поконтролирую. И в итоге такое ощущение, что как будто это, наоборот, нас еще больше отдалило, как будто бы он еще хуже стал ко мне относиться. Ну, опять же, это мои ощущения. И сейчас я это анализирую, прохожу с психологом, и что-то мне подсказывает, что то, что я чувствую, это было правдой. В итоге же мы и расстались. Учитывая, что именно последние месяцы я прям старалась, старалась, как ненормальная. И, ой, вот к чему мы сегодня пришли, что мы, собственно, имеем. Так что, да, кажется, эта теория верна, но, по крайней мере, вот у меня так случилось. Да, я согласна, что в этом есть доля правды, и поэтому с мужчинами, на самом деле, очень важно не уходить, даже если у тебя есть очень сильные чувства, и ты понимаешь, что вот тут я могу ему помочь, и тут сделать, и тут на себя взять. Это просто потом тебе аукнется, и не в твою сторону все это собирает. Ну, как же, ну, хочется все равно найти партнера, и правда сделать его счастливым. Ведь любовь – это чувство, при котором ты хочешь, чтобы человек был счастлив. Ты о нем заботишься, ты хочешь, ну, как-то, оберегать его. Что делать-то? Ох, ну, знаешь, на самом деле, в отношении это такая тема, что тут каждый раз… Нет правильного ответа. Нет правильного ответа, потому что все отношения, они индивидуальные, это во-первых. Один мужчина будет тебя ценить за то, что ты такая есть, а другой будет тебя все время исправлять, ему будет недостаточно все, что ты будешь делать. Независимо, вот, не знаю, у меня был пример жизни. Я сначала не работала, саморализовывалась, мне говорили, ты не нашла армию работу. Я нашла работу, мне сказали, ну, ты же теперь в офисе, вот, ты не можешь вот это делать, тебе надо вот это, вот это. А потом такие, ой, ну, а ты же вот мало зарабатываешь, а тебе нужно больше. То есть каждый раз было чего-то недостаточное. И тут такая индивидуальная вещь, это вообще, я не знаю, считаю, что два партнера, они в первую очередь, они должны оба идти друг другу навстречу и друг друга слышать. Если вы будете играть в какие-то игры, один будет играть в одну игру, другой будет играть в другую игру, ну, как бы, ну, ни к чему не придешь. В любом случае, всегда можно обсудить. Да, обсудить. Открыть дом и обговорить. Даже если тебе такое говорят, вы, если вы, правда, два открытых, адекватных человека, которые стремятся к общей цели, то вы даже такие вещи, даже я могу, не знаю, что неправильно поступить, причем очень много раз это делаю, не обеляя себя ни в коем случае, но всегда можно обговорить и сказать, слушай, мне вот это не нравится, мне кажется, что ты здесь борщишь, и, по-моему, у меня классная работа, я вообще с каждым днем я расту, и главное, что я сегодня лучше, чем вчера. Да, это верно. Слушай, мы так говорим про обсуждения в отношениях, про договоренности, к тому, что это помогает их сохранять, но иногда это и помогает разойтись, потому что это лучший исход для вас. Да. Иногда, правда, ты встречаешь кого-то, с кем на самом деле, но ты не будешь счастлив в будущем, вот в долгосрочной перспективе, и очень важно, почему обсуждать и обновлять какие-то, знаешь, договоренности, делать чек-ап, такой проводить свои отношения, чтобы понять, мы вообще все еще сходимся, мы еще на одной дорожке, когда теле идем, и вдруг нет, и наоборот, это очень классно даже вовремя на перерастаться, и уступить дорогу другому, которая сделает себя счастливой. Ну, и ему тоже уступить дорогу. Ну, да. Мне кажется, важно еще упомянуть в отношениях такое понятие, как кризис, какие бы вы ни были классные, идеальные малыши, у вас все было бы супер в отношениях, рано или поздно наступает кризис. Если долгосрочные отношения, то их несколько. Это такая проверка. Да, есть даже еще такие кризис, типа года, трех лет, семи лет, и всякое такое. И мне кажется, я прошла их все, в всех отношениях даже больше, потому что они все-таки были очень долгие, и там было и кризисы полугода, и года, и двух, и трех, и четырех, господи, и пяти. Короче, много было всяких кризисов, в целом, какие-то сложные ситуации, которые стягивались долго по времени, мы их называли кризисом. Вы сталкивались ли ты с кризисом? Да, сталкивалась. Или на пользу шли, или наоборот разрушали. Или просто типа как? И там. Знаешь, вот в прошлых отношениях они наоборот как раз-таки их разрушали. И как-то нам было очень тяжело договориться, даже если мы потом в итоге все равно умерились, все равно вот этот как будто осадок, он никуда не уходил. то сейчас, да, у нас бывают кризисы, но тут мы, как бы я и сама как-то, знаешь, это поменяло какое-то свое отношение, я больше с каким-то уважением стала относиться к своему партнеру. И я вижу, что это идет взаимно в ответ, и поэтому, когда даже у нас что-то происходит, какие-то вот конфликты, ситуации, кризисные, то мне очень нравится, что мы оба не замалчиваем это, а наоборот стараемся типа разговаривать. Это очень круто вообще. Это очень важно на самом деле. Так хорошо просто в отношения отзываешься, ты прям, не знаю, ты все так классно. Я просто очень их ценю, и поэтому я об этом ему очень часто говорю, что и благодарю его за его отношение ко мне. И он видит мою реакцию и вот дает мне такие же чувства зоня. И несмотря на то, что у вас тоже бывают какие-то ситуации, кризисы и непредопонимания. Да, да. Поэтому это все мне кажется решаемо и важно, самое главное опять же таки, к чему я прихожу, это договариваться и общаться. Вообще я думаю, что кризисы это такая точка роста. Либо вы, ну, даже если вы что-то разрываете, то все равно, ты в кризисе только понимаешь, что вообще происходит. И я думаю, что они нужны и нам, не только кризисы в отношениях, а вообще личностные кризисы. Да. Это такое некоторое перерождение, трансформация, квантовый скачок, называете, как идти ты вообще. Я думаю, что они нужны и важны. Правда, в кризисе мы понимаем, что вообще происходит вокруг нас, надо ли нам идти дальше и как нам это делать. Ну, ты переоцениваешь вообще ценности, весь опыт, который у тебя был, как и внутренний, с твой, как и в ваших взаимоотношениях. Ты понимаешь, дальше нужно это или нет. В общем, вопросы кризиса, мы с тобой, сходимся. Самое главное это говорить. Давайте переобсудим тему бытовухи вообще. Да, такое тоже бывает в отношениях. Точнее, это неизбежно, скорее всего. Это неизбежно, когда вы начинаете жить вместе. Как ты вообще считаешь, должны распределяться обязанности, дома, и вообще, как влияет вообще бытовуха, должна ли вообще пара проводить время по отдельности, либо они должны и вот все время быть вместе. Я думаю, что вопросы бытовые, они должны обсуждаться в любом случае, потому что одни пары там, им важно, чтобы были очень такие, знаешь, гендерные, эти роли наши привычные нам исполнены, условно, женщина больше по дому, а мужчина больше там, где-то, знаешь, денег зарабатывает, условно. Вот, некоторые договариваются о другом совершенно, и им так, наоборот, некомфортно. А мне так некомфортно, мне нравится именно вот, чтобы мы прям обговорили, как нам норм, вне зависимости того, кто что должен, там по каким-то ролям этим общепринятым. Я, короче, за то, чтобы такие вещи обсуждать, и я не хочу быть типичной этой женщиной, такой стереотипной женщиной, которая должна делать что-то по дому, потому что она женщина. Я люблю убираться, и я буду убираться, потому что я это люблю. Я люблю, когда чисто, и я убираюсь дома. Но я могу и забить на это там на месяц, условно. Я тоже молодой человеку, он безумно вкусно готовит, и я даже в какой-то момент я раньше прям, вот, пыталась соответствовать, и думала, что вот, я должна вот это, вот это вот это готовить. Потом думаю, блин, ну если он круто готовит, ну что я из себя вот это вот когда-нибудь Если ему это все нравится делать, и после этого время. Да, ему это все нравится делать, поэтому я сейчас только вот завтраки вот могу готовить, там, вечером куплю салатики, а днем он мне просто говорит, что ему помочь. Я тоже считаю, что мы должны договариваться. Да, то есть мы с тобой обе сходим с точки зрения о том, что такие вещи тоже обговариваются. Да, да, да. И да, мы не поддерживаем вот этот какой-то один-единый стереотип, чтобы все типа ты женщина, все, твое место у посудомойки. Да, в общем, да, мы такое не поддерживаем лично, мы напишите, как у вас, может, вы там такая прям вот женщина-женщина, классическое понимание. вот это вот булочки каждый день. Как Нара, Нара Смит, которая готовит даже ингредиенты для того, что она собирается готовить. Воу. Блогерша, да, она еще очень такая популярная, и наоборот, про нее еще много хейта сейчас. В общем, прикольная такая женщина, но она богато живет, она может в целом все что угодно, ингредиенты, какие-то заказать, и с ней готовить. И наверняка, у нее там еще персонал, ей помогает. есть вопросики тут. Короче, да, есть женщины, которые не только готовят, она еще готовит ингредиенты. Ну, это вообще для блюд. Уровень, уровень просто максимальный. А вот про деньги. У тебя есть какое-то, знаю, определенное отношение к тому, как испределять семейный бюджет, допустим, в долгих отношениях особенно, как раз? Мы уже говорим про долгие, потому что я только вышла из долгих, свет находится в долгих отношениях, то как сказать? Ну, вот раньше я почему-то была уверена, что там, счастье с Милом может быть и в шалаше, то есть у меня были отношения, когда и мужчина жил. Это вы жили в шалаше. Да. А мы, кстати, жили в шалаше. Реально. Да. Первый год отношений. Это очень, да. Особый вообще этап моей жизни. Это где это было? Это мы жили прям вот нет в Москве. Первый год отношений. Мы жили просто в коморке без ванной год. Это был ужас, но мы жили, и мне там было лучше, чем без него, и где-то еще, короче, да. Но это все-таки в конечном итоге это стало поводом для ссор, потому что, в какой-то момент, я поняла, что это больше не мало. Да, конечно, уже потом, когда ты сдаешь. Так вот, ты против Рая в шалаше? Да, я в какой-то момент поняла, что я очень много на себя взболила. Я начала... Мужчина у меня в моей же, в моей квартире, ездил на моей тачке, там, я уже там продукты очень часто покупала, и он, но у него был какой-то временный этап сложный? Ну, в одних отношениях не было никакого этапа, он пытался... Ну, у него все время был какой-то этап сложный, а в других отношениях был такой просто этап, и парень, наоборот, ему было некомфортно, когда случился коронавирус, и он остался у меня, и он пытался вообще всеми силами уехать, и он говорил, это ненадолго, и меня это, наоборот, подкупало, что-то, он переживает, и в финансовом плане она тоже должна быть. Что касается именно семейного бюджета, у меня вообще по-разному всегда было, я воспитанная так, мне прям объясняли, что у нас понятие в семье такое, что мужчина, на нем все вот это обязанность лежит, поэтому, конечно, для меня важно, чтобы большую часть как будто соединялся с этим и мужчина, но у меня было абсолютно по-разному, в последних отношениях тоже начиналось все, знаешь, что это формат 50 на 50, я, конечно, очень боролась и 50 на 50 никогда не скидывалась, очень старалась этого не делать, в итоге мы пришли к тому, что я вообще в какой-то момент там, то и он потерял работу, я потеряла работу, и все это вот каждый раз скакало, но в какой-то момент в миграции я уже окончательно потеряла работу, прям надолго, и уже пришлось ему, был вынужден взять на себя эту ответственность, все зависит, опять же, все от обсуждений зависело, еще, мы, кстати, заболтали с вами, у нас уже в городе темно, я думаю, что вы заметили, мы уже все в пикселях сидим, просто пропали совершенно, что давай будем потихонечку завершать нашу тему да, давай, если вам очень понравилось, вы хотите еще раскрутили эту тему, друзья, напишите нам об этом в комментариях, мы постараемся уже наконец вечером записывать, когда мы уставшие, во-первых, после работы, у нас каждое видео все время в ценато уходит с тобой, в общем, да, если вы хотите, чтобы мы какую-то тему более подробно раскрутили, то обязательно напишите нам в комментариях, и мы с удовольствием к этому вернемся, да, а еще дневное время выберем с тобой для съемки, чтобы не заканчивать видео, все время в темноте, надеюсь, что вам нравится наш формат, что он вам заходит, вы можете включать его на фон, если хотите, а если хотите, активно принимайте участие, принимайте участие на моей темпы-крусчатке, и на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать, это реально жесть, будем заканчивать наше видео, будем ждать ваших комментариев, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, пока мы едем по этой брусчатке, увидимся в следующем видео, пока-пока! Пока-пока!